сейчас мы поговорим про рыбалку что делать если к вам попалась утка или чайка на ваш крючок то есть бывает такое что забрасываешь она летит хватает как бы наживку или когда бросил утка может плыть или лететь и зацепиться за леску и попасть к речку ну то есть это как бы не хорошая ситуация важно птицу как бы не убить и пожалеть стараться более-менее благородно спокойно каким-то образом поймать я постараюсь накрыть лиц морду и лицо глаза тряпкой какой-нибудь то есть чтобы эти птица успокоилась и постепенно развязать и распутать узлы или там леску что она зацепилась это не часто случается но бывает на рыбалке вот важно чтобы птица вас не укусил у чайки очень сильный клюв и очень грязная слюна то есть может быть всякая дезинфекция особенно если чайка может метить если вы когда в руках держите в глаз стараться попасть вот плюс у диких уток и чаек очень много всяких заразных гельминтов на и насекомых на теле часто бывает поэтому мойте руки и как бы ну после такой процедуры и проверьте как бы после мытья как бы ну то как вы отпустили птицу хорошенько надо вымыть под ногтями потому что бывают всякие у нас маркс то есть под кольцами это важно посмотреть если чайка и или утка имеет на себя какие-то кольца или маркс маркс для этих рейнджеров наверно запишите сфоткайте и репортируйте официальные вашим друзья нашим рейнджером чтобы они знали кого вы поймали что вы отпустили где где и как если же как бы крючок глубоко засел в тело рыбы птицы просто нужно обрезать как бы крючок и со временем рано вокруг него тело торнет этот кусок и надеюсь что вы пленитая птица выживет но вы как бы старайтесь как можно меньше причинять боли птицы при такой операции старайтесь не подкармливать птиц на рыбалке потому что они летят на рыбу и они летят на прикормку и конечно могут запутаться в сетке старайтесь не оставлять банки с наживкой с крючками для птиц на виду без присмотра потому что чайка может полететь и с легкостью проглотить и и крючки и наживку как бы поэтому потом уже если она пригласила ее очень тяжело спасти и жалко птиц такие вот